Егор расскажет о том, как устроены дейн-команды в МТС и как синхронизируются огромные-огромные-огромные количество дизайнеров. Алло, раз-раз, раз-дво. Работает? Супер. Да, всем привет, меня зовут Шагаев Егор, я комьюнити-лит в МТС. На самом деле я буду рассказывать еще про всякие другие интересности. Дело в том, что я пришел в МТС дизайнером, в МТС уже больше четырех лет. И застал то время, когда в МТС было буквально три дизайнера, два-три дизайнера, и это все выросло до больших количеств, до большого количества. Извините, волнуюсь, могу иногда повредить слова, буду поправляться. В общем, изначально, когда я пришел, было буквально три-четыре дизайнера, и за какие-то четыре года эта система выросла до 150 дизайнеров. И понятное дело, что эти рты нужно не просто кормить, но и синхронизировать. Это все достаточно забавно. Я надеюсь, что многие из вас почерпнут отсюда что-то полезное, потому что есть и малые команды, которые могут переиспользовать этот опыт. Есть куча инсайтов, которые я обнаружил за эти четыре года. Но на самом деле начать я хочу с животных. Начать хочу с эксперимента детей-дизора, который был проведен в конце 19 века, по-моему, на крысах. Надеюсь, вас это не смущает. Многие повадки у животных, у людей, они достаточно близки, поэтому на грызунах это будет проще разобрать. Однако это, конечно, только грызунов касается конкретно в этой ситуации. Итак, как вы видите, был определенный вольер, такой весьма специфичный. Слева была изолированная часть, в которой грызуны чилили, были на расслабоне, там они могли покушать. Собственно, корм находился с правой стороны. Чтобы до него добраться, грызунам нужно было преодолеть бассейн, который сначала вообще в первый день был пустой. Грызуны изучали пространство, потом наполнили водой. Им нужно проплыть метровое расстояние, забрать корм, вернуться обратно и покушать. Казалось бы, все просто, можно сделать это все вместе, всем по очереди, но у этих животных есть социальная иерархия. И за счет этого, если оставить 6 грызунов в одном месте, то буквально на следующий день будет сопоставиться следующая иерархия. Два грызуна будут лидерами, и они будут отбирать корм у всех. На самом деле это такие большие стратегии, они ничего не делают, они командуют. Другие двое являются активными плавунами, они добывают пищу. И есть еще двое, один является отшельником, он почти ничего не делает, и еще один не принимает правила вообще, он отбивается от всех и просто кушает сам. Казалось бы, при чем тут люди? Дело в том, что если, во-первых, этот эксперимент проводили буквально 20 раз, и все эти 20 раз оказывалось, что социальная иерархия повторялась. И был интересный момент в том, что если взять исключительно лидеров из этой иерархии и посадить их в такую же ситуацию, то на следующий день у них не появится флипчарта с цветными стикерами. Там все равно выделятся лидеры, активные участники и лентяи, которые ничего не будут делать. На самом деле здесь очень интересный инсайт заключается в том, что как бы сильно ты не хотел себя вести как крыса, далеко ты от этого не уйдешь. Но идем дальше, на самом деле, ладно, давайте... Неужели каждый дизайнер крысы? Ты про это? Нет, нет, еще есть скроммастера. Но давайте отойдем от грызунов. У меня есть еще один интересный пример, это второй эксперимент с аризонскими учеными. Точнее, аризонские ученые провели этот эксперимент на муравьях. Они решили промеркировать 200 муравьев, достаточно много, и узнать, чем же они занимаются, какая у них активность, потому что у них тоже есть иерархия. Как мы все знаем, они трудяги, они добывают корм, они строят тоннели, они что-то делают. И оказывается, что только... Так, да, извините про крыс, я веселый слайд пропустил, вот этот. Все-таки они у стоков образования. А про муравьев, только 5% муравьев действительно входят в наше понимание трудяк-работяк, они действительно делают всю работу, они действительно активные члены своего социума. 70% муравьев, они половину времени работают, другую половину времени делают вид, что работают. И оказывается, это нормально в их среде. Другие, кстати, 25% муравьев не делают вообще ничего. Они просто тусуются, чилят, и им в целом все пофиг. Интересный момент в том, что если отобрать лидеров и сделать муравейник только из лидеров, из этих самых активных, правильных муравьев, то опять повторится та же самая ситуация. 5% будут работать, 70% будут то активными, то пассивными, и опять появляется лентяй. То же самое случится, если мы возьмем только самых ленивых муравьев. На самом деле это очень интересно. Какой здесь инсайт? Он здесь нормальный. Нельзя добиться 100% эффективности от команды, которую вы собираете. Все равно будут члены команды, которые будут лидерами, которым вы можете довериться. Они будут помогать вам строить команду, помогать вам развиваться. Будут активные члены, которых нужно будет действительно мотивировать, чтобы они работали больше. Нужно отслеживать их. И будут люди, которые катастрофически будут не успевать за всем этим процессом, и это оказывается нормально. Более того, если у вас очень много команд, вы можете взять всех членов, которые не успевают в процессах, сделать из них команду, и там появится лидер, там появятся супер развивающиеся люди, там появятся очень активные члены команд, и останутся те, которые останутся на месте. На этом все. Нет, на самом деле, ладно. У меня есть еще про животных одна вещь, которую я хочу рассказать. Это эксперимент, который вы, наверное, все знаете. Это эксперимент про обезьян. А поднимите руку, кто знает про подобный эксперимент. Вот, может быть, так, отлично, отлично, отлично. Где-то треть знает. Я все равно расскажу, чтобы мы были все на одной волне. В общем, эксперимент заключался в чем? Была изолированная комната, было пять обезьян. В комнате находилась лестница, сверху были бананы. Если обезьяна добиралась до банана, ее окатывало водой, сбивало с ног, и она не могла получить банан. Соответственно, такой вот интересный опыт обезьяна получала. Так было с каждой обезьяной. Но что происходило дальше? Обезьяну забирали, запускали туда новую обезьяну. Так как обезьяны не могут вербально передать эту информацию, они начинали избивать нового члена команды, чтобы он не забирался за бананом. Так повторялось до тех пор, пока в комнате не оставались только новой обезьяны. И, собственно, что происходит в больших компаниях? Приходит новый человек, его сбивают. В МТС такого не происходит. И воду могли уже отключить, ситуация могла поменяться. Но в целом никто не знает, почему нельзя забираться за бананом. Как и вы, я услышал это очень давно. Перед лекцией я погуглил, и это фейковый эксперимент. В общем, его не было. Но, тем не менее, я хочу рассказать вам другие ситуации, которые, собственно, были на моей шкуре. Дело в том, что, когда я еще только пришел в компанию, я был новичком, и ко мне, в общем, у меня были гипотезы. Я хотел развивать продукт. Я спрашивал у проекта, почему мы делаем так, а давайте попробуем провести исследование, а давайте попробуем какие-то другие варианты. И мне сказали, что да нет, мы все пробовали, ничего не нужно, там это не катит, даже не думал в эту сторону. А я горел, я болел за свой продукт. И в итоге не мог остановиться. И в целом, благодаря руководителю, благодаря, собственно, обстановке, добился того, чтобы провел исследование. И в итоге все разрешилось. Инсайт. Инсайт можно сделать здесь следующий. Никогда, даже если вы рассказали эту историю человеку, никогда не называйте его тупой обезьяной. Это может аукнуться. Нет, на самом деле, инсайт другой. Никогда, так как вы все дизайнеры, мы все задаемся вопросом, зачем. И, пожалуйста, не останавливайтесь. Постоянно задавайте этот вопрос. Это очень важно. Мы плавно переходим уже к реальности. Это именно послужило точкой отсчета становления дизайна в МТСе, когда к моему руководителю пришли, он еще был дизайнером на продукте, занимался каким-то телекомом, ну, как-то приложением, и к нему пришел проект и сказал, нам нужна большая красная кнопка. Вот как у нас сейчас есть, только больше, краснее, заметнее. Типа, а зачем? Ну, очевидно же, ее не замечают. И, в общем, шаблон порвался. Руководитель решил все-таки не останавливаться. Он провел исследование, он расчертил путь пользователя, понял, что хотят люди, зачем, где точка убытка в этом во всем. И построил, собственно, после исследований построил нормальный дизайн-процесс, построил нормальный путь пользователя. И, конечно же, все получилось. Бац, метрики стали расти, бизнес обратил на нас внимание. Вдруг в бизнесе поняли, что дизайн — это не про кнопки, это про исследования, про гипотезы, про метрики. Более того, мы все работаем в одной лодке, мы все в одной лодке, и у нас одинаковые цели. После этого множество бизнес стал понимать, что ин-хаус лучше иметь дизайнеров и продуктов, потому что они сохраняют фокус на продукте, потому что, ну, очевидные вещи, это продуктовые дизайнеры. Они занимаются продуктом после того, как уже выгляделся дизайн. 2018 год. Мы увеличиваем команду. В целом, как раз в этот момент уже пришел. И мы решили на входе, на входной точке всем дизайнерам сразу говорить о том, что дизайнер и оунер — это креативная пара. Вы должны работать вместе. Оунерам мы это не сказали. Но дело в том, что дизайнеры понимали ситуацию, они становились отзывчивыми, они понимали, ради чего работают, они понимали, что от них просят быть активными, и то, что от их гипотез и исследований действительно зависит очень многое. Они могут достучаться, потому что мы им даем эту возможность. Если у них не получается, они могут к нам обратиться, и мы постараемся найти общий язык, потому что бизнес говорит язык о бизнесе, не у всех получается, но цель, опять-таки, у всех одна. И не поверить, это стало получаться. Не в ту сторону, я вернулся назад в будущее. В целом, как выглядела наша команда, нас мало. Здесь не все дизайнеры, здесь есть еще и UX-исследователи. Вот, есть, да, почти все тут из нашей команды, там справа один затесался. Чем это было здорово? Это было тепло, лампово, мы развивались, мы проводили пятничный, дизайн пятницы, показывали друг другу макеты, фильмы смотрели, вот как, наверное, у вас у многих дизайн-студиях есть. Вот так же тепло и лампово. Мы, еще что могу рассказать, у нас были иногда креативные вечера, когда мы тренировались в том, как нарисовать постеры. Мы даже тренировались, как нарисовать картины. И в итоге это заряжало не только дизайнеров, это заряжало вообще всю команду. Некоторые разработчики даже нам очень сильно завидовали. Они говорили, типа, почему? Почему они вот собираются и делают такую красоту, а мы не можем? В итоге, на самом деле, это очень круто повлияло на всю компанию, потому что разработчиками тоже стали заниматься после этого и создавать подобные, скажем так, творческие свободные вечера. 2018-е у нас уже 30 продуктов, и несмотря на то, что у нас был дизайн-лит, за 30 дизайнерами очень сложно уследить, поэтому было решено разделить это по направлениям B2B, B2C, мобайл и внутренние продукты. И в целом каждому получилось где-то по 5-8 продуктов. Все было в целом более-менее хорошо. У нас появилась UX-лаборатория. Мы, забегу чуть-чуть вперед, на самом деле это очень важный момент, именно сейчас, вот я перебегу сейчас на 2021 год, у нас все еще есть UX-лаборатория, но чтобы 150 человек могли контактировать с ней, мы буквально на первую-вторую неделю берем и проводим экскурсию по лаборатории, знакомим с исследователями. Не сказал. У нас лаборатория работает по принципу дизайн-студии, то есть фактически это такой выделенный сегмент, к которому может обратиться любая дизайн-команда. Если в дизайн-команде нет, ну, слабо развит UX в области исследования, нет достаточного опыта, то всегда можно обратиться к исследователям, узнать, как это происходит, какое исследование лучше провести. И дальше уже вся сложная работа по набору, по набору рекручеров, по проведению исследований уже проводится вместе с исследователями. То есть на самом деле жарится опыт, это все очень круто, а не происходит вот так. Так, еще один момент очень интересный произошел в 2019 году. Мы запустили школу продуктового дизайна. Это была школа, она была на год ориентирована, год очного обучения, тогда еще ковид не наступил, ну, буквально полгодика. И на самом деле по большей части мы запустили школу, чтобы и самим прокачаться. Мы смотрели, ну, на самом деле выхлоп был очень крутой. Мы взяли к себе на работу из 16 людей где-то 6. Вот, еще некоторые устроились в Сбербанк, в АИС и в Магнит, по-моему, даже дизайнер устроился. Дизайнером. Вот. Но самое крутое, то, что мы могли переиспользовать этот опыт. Во-первых, многие дизайнеры прокачивали свой софт-скил, как общаться, как преподавать, как доносить информацию, и поэтому становились круче. И в то же самое время мы запустили кучу концептов в этой школе, потому что студенты экспериментировали и делали то, до чего в целом мы могли не дотянуться, потому что были закапаны в рутине. Еще один интересный инсайт, который мы оттуда почерпнули, это мы сделали карту навыков, что мы хотим от дизайнера. Получилось на самом деле 52 навыка, которые мы видим в продуктовом дизайнере. Там есть и UI, и UX, и какие-то инновационные навыки. Благодаря всему этому мы и сделали все наше обучение. Мы помечали крестиком урок чего у нас есть, а уроков чего у нас нет. И старались сделать упор на это. В целом мы рассчитывали, что дизайнеры сами будут развиваться, то есть мы отдавали им эту табличку, они помечали, какой из навыков у них прокачан, каким они могут поделиться. Но, честно говоря, ничего не вышло, потому что, несмотря на это, менторство почему-то не началось. Почему-то люди не стали делиться так легко опытом. Им было просто не до этого. Надо было прям в прямую направлять. и мы решили, что этот процесс не запущен. Зато появилась другая интересная штука. Мы поняли, как сформировать это обучение для бизнеса. Если в двух словах. Что мы сделали? Дизайнер после оценки навыков выбирает пять навыков, которые хочет у себя развить. На что действительно у него горят глаза. Что действительно ему интересно. Эти пять навыков, они отбираются. Показываем их проекту. Проджект смотрит, и мы у него спрашиваем, что из этого в целом можно применить в ближайшие полгода. Он смотрит свой бэклог и понимает, что этот навык было бы круто применить на будущих задачах. Мы покупаем курсы, отправим дизайнера на курсы. После этого дизайнер использует, собственно, навыки на продукте. И профит дизайнер счастлив, а на продукте он успел закрепить свои навыки. Ну, собственно, проджект тоже счастлив, потому что у него есть новая фича, которую уже отследили. Да, так. Выглядит сейчас таблица. Я просто хотел немножко рассказать, как мы ее доработали. Она весьма сложно подъемная, но в ней есть несколько принципиальных отличий. Во-первых, мы поняли, каким мы видим джуниора, медла и сеньора, какой навык у него должен быть прокачан, в какой момент развития. Во-вторых, мы поняли, что чтобы дизайнеру развиваться, ему нужны промежуточные этапы, потому что джуном вырасти достаточно быстро, медлом достаточно долго, а сеньором, ну, тоже долго, непонятно, как бы там вообще, где эта грань. Вот. Есть одно интересное видение. Я сейчас скажу, что значит единица и двой, единица и пятерки. Собственно, единица, ты знаешь, очень плохо, но хотел бы выучить. Пятерка, ты обладаешь весьма сильной экспертностью, такой, что ты можешь поделиться своим опытом. Соответственно, чтобы получить пятерку в этой таблице, ты должен провести воркшоп, должен поделиться своими знаниями. И это дополнительная мотивация к тому, чтобы шарить знания. В целом, на самом деле, это работает только тогда, когда дизайнер хорошо софтово прокачан и действительно хочет развивать свои навыки выступления. Но такие качества тоже у нас есть внизу. То есть, в целом, если человек хочет развивать коммуникацию, мы закупаем для него курсы по выступлениям, и он тренирует и эту часть в том числе. Да, у нас сколько было уже там по списку? Где-то 8 из дизайнеров. И мы столкнулись с большой проблемой для того, чтобы оценить дизайнера и после этого отвезти его к продукту, чтобы обучить, чтобы отслеживать его обучение. Нужно потратить весьма много времени. А 5 человек, которые этим занимаются, не могут отдавать так много времени. У нас просто его не хватало. Поэтому мы искали решение. Единственное решение, к которому мы пришли, которое было весьма логичным, это делить группы, выделить какую-то группу продуктов, в которой есть переиспользование элементов, за счет чего они могли бы объединиться. Мы назвали их чаптерами и поставили определенные правила для того, чтобы эта ситуация повторялась на разные группы. Собственно, какие были правила? В группе должно быть не больше 5 человек. С грузами это не связано, просто у нас все идет по спринтам. И если в продуктах все достаточно плохо, то в какой-то момент нужно каждому дизайнеру уделить время и нужно, как минимум, выделить один день в спринте для того, чтобы синкануться и посмотреть, где сейчас находится дизайнер, что он сейчас делает, как это происходит, где у него на самом деле проблема и куда его нужно направить. Ну, весьма логично, что Чаптер Лид — это самый прокачанный дизайнер, но для нас стало таким откровением, то, что если Чаптер Лид занимается прокачкой дизайнеров в группе, то у него нифига не хватает времени на свой продукт. Вот, и поэтому ему нужен помощник, которому могут довериться. И это очень важный момент, потому что без него вы просто выбираете либо человек занимается своим продуктом, либо занимается командой, но чаще всего на самом деле просто выгорает, потому что он старается заняться и тем, и тем. Еще интересный момент, который мы поняли, это то, что, ну, во-первых, иногда Чаптеры заполнены просто под завязку, все, там пять человек, что же делать. И тут, кстати, да, есть интересные условия. Если это в Чаптере находится один продукт, допустим, мой МТС, на котором 8 дизайнеров у нас находятся, то это нормально, потому что у тебя достаточно времени на то, чтобы переключиться с одного дизайна на другого. Тебе не нужно въезжать в новый продукт, общаться с другим продуктом, у тебя все находится как бы в одной зоне. Но в случае, если в Чаптере находятся всего лишь два дизайнера и в другом Чаптере находится всего лишь один дизайнер, то их точно нужно объединить, потому что, ну, иначе, во-первых, распыление времени идет, а во-вторых, ну, дизайнеры обычно не делают Чаптера, просто потому что нет таких больших ресурсов, и лучше он будет в Чаптере солянки, нежели он будет просто в отрыве от всего и не знать, что где происходит. Для того, чтобы Чаптер Лида обучить, мы написали Талмуд, на самом деле, мы написали. Там очень много страниц. У нас там было оглавление, которое помогало со всем этим. Но, серьезно, там было страниц, по-моему, 80, и это все действительно очень сложно было прочитать. Мы сами редактировали, редактировали, потом где-то на середине запинались, раздали ребятам, ребят, почитайте, посмотрите, как вам. Ребята почитали, все отлично. Потом мне нашел пару глав, в которых полная бильберда. Дело в том, что пару глав мы записывали таким способом. Ты нажимаешь на диктофоне запись голоса, под диктовку, и диктуешь текст. И эти пару глав мы не поправили. Там действительно ничего нельзя было понять. И мы понимаем, что ребята окнули. И мог. Они вот так вот по диагонали читали, и им все нормально зашло. Тут мы поняли, что надо с этим что-то делать. И самым лучшим решением оказалась запись видео. Теперь мы записываем видео для того, чтобы ввести в курс дела, как у нас все устроено, какие дизайн-процессы, какие обязанности читать чап-трель. Это все достаточно просто в видеоформате воспринимать. Если это, собственно, суть. А если нужно углубиться в эту часть, то человек идет в хендбук, смотрит в углавление и смотрит конкретные вопросы, есть у него ответ или нет. Для того, чтобы синкануться всем командам, мы раз в две недели собираемся, чаптеры лиды собираются и делятся с радиоакторами, что происходит у них в командах. Если какая-то проблема повторяется у всех, мы ее поднимаем наверх. Возможно, стоит поменять дизайн-процесс. Возможно, стоит поменять что-то в компании. Возможно, где-то действительно есть большой пробел, о котором мы не знаем. Допустим, какая-то проблема с тем, что никто не понимает, кто в компании должен CGM строить. Это должен дизайнер делать или проект? Или они вместе должны это делать? Может быть, исследователи вообще? На самом деле, все ситуации по-разному, но уметь должны все. Так вот, при помощи этого также мы решили проблему, когда появляется какая-то срочная задача и дизайнер в отпуске, или не хватает сил, или что-то еще. Есть вот такой буфер поддержки, который можно перенаправить и попросить свободных дизайнеров помочь с решением продукта. Собственно, это является очень удобным инструментом. И чтобы не было вот этой вот запущенности, как с обезьянками, с этим фейковым экспериментом, мы раз в два месяца встречаемся вместе с дизайн-директором. Мы устраиваем встречи, где дизайнеры могут напрямую спросить, задать вопрос, а почему это так работает, а почему это сделано именно так, чтобы лично понять, почему сейчас все устроено и что нужно поменять. На самом деле, это отличное место фидбэка, и дизайн-директор может посмотреть на то, как это все устроено. И дизайнеры, и лиды могут тоже пообщаться и донести информацию, как находится на самом деле, чтобы не витать где-то в гипотезах. Еще у нас появилась очень прикольная активность. Изначально она была только внутри. Собственно, 20-й год, она только внутри на тот момент находится. Активность от одного из наших дизайнеров, дизайнеров витрин. Он решил сделать домашку челлендж своеобразную по свободному принципу. Грубо говоря, если дизайнер действительно тонет в рутине, и ему хочется каких-то новых интересных задач, есть список, есть задачки из определенной книжки на креативность, есть задачки, где нужно просто на скорость повторить шот с дребла. И в итоге на этих встречах дизайнеры делятся, хвалят друг друга, показывают свои эксперименты, показывают свои навыки. И это очень сильно заряжает, потому что ты понимаешь, что несмотря на то, что ты делаешь в целом что-то мимо продуктов, ты все равно себя прокачиваешь и можешь поделиться своими скиллами. Это в итоге вылилось в онлайн-турнир, в котором мы решили раздавать баллы, потом мы закончили сезон, устроили вечеринку с награждением, музыкой, Юрий Ветров был там диджеем, это было вообще сногсшибательно, мы собираемся не останавливаться. Кстати, завтра тоже буду в шатре. Приходите с 12 до 2. Кто проснется? Маленькое право. Так, ну и в целом, зачем же нужен-то получается chapter lead? Во-первых, он отсматривает экспертизу в команде, он смотрит раз в неделю, как ведется работа над продуктом, может быть, там не настроены дизайн-процессы, может быть, может быть, чего-то действительно не хватает, ему нужно забрать информацию от дизайнера, может быть, его вообще проект не слушает, потому что дизайнер новенький, он горит гипотезами. Также у него есть helicopter view своеобразный, он видит, как вообще продукты выглядят и как их можно, как можно использовать эту комплементарность, как можно, во-первых, переиспользовать элементы, во-вторых, сделать кросс-переходы между продуктами. Это очень важно, потому что у нас все-таки 150 продуктов, это достаточно большая часть и нужно так, чтобы это все было удобно для пользователей. Он отслеживает в бизнес-портфеле, собственно говоря, это тот человек, кто знает, куда пойдет продукт, он общается и с продуктами, он видит, что будет в других продуктах, он понимает, как будет развиваться в целом все направления, в его чаптере. Также он оценивает компетенцию дизайнеров. Я, наверное, чуть-чуть недорассказал, как это происходит. Вначале дизайнер оценивает по этой таблице, которую он показывал сам себя по оценке от 0 до 5, потом его оценивает chapter lead, потом они встречаются, понимают, где из-за этого середина, что правда, что нет, и дальше уже выбирает выбирает те самые навыки для мотивации, о которых, собственно, я говорил чуть ранее. Вследствие этого мы имеем подобную ромашку. Слева это в целом видение ромашки, как выглядит джуниор, милл и сеньор в личностном отношении, в роста. И справа мы можем наложить ромашки нескольких дизайнеров и понять в целом в группе, что отстает, что нет, где есть высокие, ну, где есть качества, которые могут, скажем так, пригодиться на проекте и у кого их можно перенять. Вот. Это весьма важный момент оказался. Собственно, все, к чему мы пришли, это то, что мы теперь записываем нашу стратегию на видео и распространяем на компанию. Мы теперь стали запускать видеовыпуски OneShot и OneShot перестал быть чем-то внутренним маленьким, мы его пытаемся распространить. Так что, если у вас есть желание или потребность развивать UI, то милости просим. У нас происходит трансформация дизайн-пятниц, у нас скоро сейчас COVID, надеюсь, утихнет чуть-чуть, и можно будет уже действительно могучую тусовку собрать. И будет у нас и дизайн-пятницы, и дизайнерские вечеринки. И, собственно, по-моему, только с этого момента мы понимаем, что у нас появляется действительно гигантская дизайн-комьюнити, которая живет, развивается и функционирует. Честно говоря, на этом все. Если вам было интересно, вы можете... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова